Часы пик. Здесь на пересечении улицы Малинина и дороги номер один образовываются настоящие пробки. Проблема обострялась по мере строительства нового микрорайона. Повернуть налево при выезде с Малинина почти высший автопилотаж. Примерно такая же ситуация складывается на пересечении бульвара Малинина и Лельческого шоссе. Часы интенсивного движения. В этом месте выехать на главную дорогу тоже бывает достаточно сложно. Проблему в ближайшее время должна решить установка транспортных светофоров. Изначально мы ратовали за обеспечение средствами светофорного регулирования именно этих самых проблемных наших пересечений Малинина и проектирование номер один. За счет того, что вот эта подъездная дорога к 50-му дому по Малининой является по сути единственным дорогой, единственным путем сообщения целого микрорайона с школой и так далее. Ну и, соответственно, проблематичность именно выезда и съезда на этих пересечениях была для нас большой проблемой и для жителей микрорайона и города в целом. Второе место – это пересечение 36-й дороги с бульваром Малинина и Котловца. Характеризуется интенсивным движением. Дорога республиканского значения. Съезды на нее тоже пользуются популярностью. Поэтому тоже принимали решение обеспечения там светофорного регулирования. Еще один светофорный объект появится в районе 8-й школы и стомат поликлиники. Интернациональная улица. Также характеризуется высоким интенсивным движением как транспортом, так и пешеходным. Наличие таких социально значимых объектов в непосредственной близости к ней, как школа, детский сад, а также стомат поликлиника и торговые объекты обуславливают необходимость там расположения светофорного объекта. А вот на Рыжково на переходе от корпуса МГПУ к жилой застройке установит пешеходный светофор. Всего же Мозырь разбогатеет на четыре светофорных объекта. Это результат полномерной работы по оборудованию техническими средствами дорожной сети города, которая велась на протяжении трех лет. Ведь для того, чтобы в том или ином месте появился светофор, нужны веские обоснования. Предварительно рассчитывается интенсивность движения транспорта и пешеходов, только потом дается заключение о целесообразности установки. Кстати, светофор-удовольствие далеко не дешевое. Пешеходный стоит примерно 20 тысяч, транспортный еще дороже – около 50 тысяч белорусских рублей. Такой подарок мозырянам преподнесут в канун Нового года. Все объекты должны быть установлены до 15 декабря.